Когда я в совершенстве, в состоянии подъема, я вообще не могу подумать о том, чтобы желать спуститься. Ты не должен спускаться, должен представить себе, как будто ты опускаешься, как будто бы... У тебя же до этого было падение когда-то? Ты можешь оттуда взять образ и думать сейчас о нем. С высоты подъема, когда ты ценишь Творца, группу, методику, цель, это называется подъем, так? И тогда ты можешь присоединить к этому состояние, которое у тебя было раньше, когда ты не ценил ни Творца, ни группу, ни цель, ничего. А все это как будто не существует, всего этого. Почему не существует? Отсутствие важности. Нет больше в подъеме и в падении, кроме как недостаток важности. И сейчас ты хочешь проверить, в чем это важно сейчас, а в чем было не важно до этого. Ты хочешь присоединить одно к другому, проверить, немножко быть более гибкими и больше управлять состояниями, быть выше наших состояний, чтобы управлять ими. Да. То есть то, что вы говорите, это то, что мы не находим какую-то замену того, что было во время падения. Это не замена. Я не знаю. Я знаю, что я хочу присоединить падение к подъему и с помощью этого обучиться, чего не хватает мне действительно во время падения. И как я могу сейчас этот недостаток во время падения присоединить к подъему. И тогда мой подъем вдруг поскочет еще выше, потому что я почувствую, какой хиссарон у меня был. Продолжение следует...